Я пытался ему помочь, я же говорю, я изменился, мне это больше не надо, кровопролитие это не мое. Ты понимаешь, я тоже тебе доверился, я пришел к тебе как человек к человеку. И поэтому ты подменил вещество мое, да? Ты уверен, что оно за нами ездит? Да, откуда я знаю, мне кажется, что да, потому что я, мне кажется, там вообще люди в форме, хотя все тонированное. Это кровь. Конечно, засохшая. Да это вы сестры, что ли, ничего? Конечно, но это те игрушки. Пацаны, постой, постой, постой. О, что происходит, что происходит? Отпусти, сестры, отпусти, пацаны, я сам работал. Отпустите, отпустите. Ром, нормально все будет, мы найдем, Ром, мы найдем. Ребят, всем привет, Рома сейчас, короче, наизменил, просто реально паники, потому что прошла неделя с момента, когда мы обратились к Антону, и пока что ни к чему это не привело. Ребят, просто извини, пожалуйста, честно, косяк мой. Даже вы в комментариях писали, что зачем мы меняли и подливали ему этот бутылёк. Это потому что он поднёшь на него. Дело даже не в этом, дело не в этом. Дело в том, что я пошёл к нему, ты же настаивал, что некуда к нему идти, он не поможет мне. А я на своём стоял, стоял, но он же... Ну слушай, у тебя не было другого пути. А как он знает, что мы поменяли бутылёк? Как он это мог знать? Никак. Никак. Ты думаешь, что он что-то сделал? Да, сейчас просто с ним свяжемся, выйдем на него и... В любом случае, так я это и предлагаю, потому что у меня горит уже всё. Игорь вообще не понимает, ребята, с нами сейчас с Игорем, потому что нам сейчас не то, что некому обратиться, мы просто не знаем, в случае чего нужен человек, которого никто не знает. Вот и всё, то есть, а именно связанного с этой всей темой. Поэтому Игорь нам подходит, если что-то где-то там разведать, пронюхать и так далее. Хотя бы, а так мы вдвоём не вытянем, нас так и повяжут с тобой, и всё. Мы, чтобы мы понимали, держимся сейчас порознень с Ромой, чтобы нас, если что, чтобы одного кого-то, если повяжут, то второй как-то мог бы там и решить этот вопрос. Ладно, давай сейчас, короче, всё время не будем. Я Антона уже набрал. Ты набрал? Да. Только я не хочу к нему ехать, он безбашенный, когда мы у него дома. Эти ножи, мечи, нейтральная территория, он тоже не особо хочет, мы к нему домой заходили, потому что он говорит, что мы как к себе домой туда приходим. Короче, подъедем и пообщаемся уже с ним, узнаем, почему он не хочет реально нормально помочь. Потому что мы знаем, что он в состоянии, он может решить этот вопрос. Он знает, как никто другой этих психопатов. Поэтому надеемся, хоть как-то на его помощь. Макс, Макс, ты что, ты что, куда убежал-то, даже не разделся. У нас особняк отжали. Как отжали уже? Только же захватили его. Помнишь, да, эти вокзалы? Да, конечно, помню, вместе были. А причем, пацаны, у меня даже еще ролик не вышел с особняком. Смотрите, где заспаливался, я на вокзале, все. Я на вокзале. Кайф. То есть я зашел именно, чтобы хотя бы спаун сейчас у себя на базе сделать, потому что меня лишили просто. То есть там была какая-то договоренность, то есть нам помогли его заполучить, но в итоге нас снова отжали. Короче, недолго музыка играл, недолго фраер танцевал. Нам реально нужны люди, которые могут постоять за нашу базу. Реально была очень крутая база, особняк огромный, крутой. Но все пошло не по плану в тот момент, когда пришло время, чтобы его защищать. Потому что просто влетели типы и у нас все забрали. Вот и вся история. Ребят, для тех, кто не знает, это проект Радмир. Здесь симулятор реальной жизни, можно играть, делать все, что угодно. Я думаю, все об этом уже знают. И все уже мои подписчики играют. Потому что я тут реально контактирую со всеми. То есть вот у меня микрофон, здесь голосовой чат. По голосовому чату мы со всеми общаемся. И в этом основной плюс. То, что вы все сразу на городах. Я не могу со всеми вами там увидеться, поговорить. А здесь я со всеми открыт. Я даже не могу в ВК. То есть кто мне пишет, ребята, ВК? Каждый, кто мне написал ВК. Зайдите сюда, попробуйте. Залетите сюда. Встретите меня. То есть даже базу, как бы все знают, где находится. На коронях сейчас даже вам покажу, короче, беседу ВК. 3372 участника сейчас. Здесь как раз-таки можете спросить, где находится моя база. Вам все покажут, расскажут. И вы сможете со мной также пообщаться, вместе поиграть. И я отвечу на все ваши вопросы. Вместе чего-нибудь тут замутим. Поэтому залетайте по ссылке в описании. Я реально рад тут каждому, у кого встречаю, кроме хейтеров. То есть если вдруг вы хотите пообщаться там, поиграть вместе, он, чему, мотоцикли разворачивается. Сейчас я не знаю. Такое ощущение как будто... Здорово, здорово. Как сам? Да нормально. У нас особняк отжали. Вот, видите, то есть я общаюсь со всеми. Я знаю, пишут. Обязательно вводите мой промокод. Тоже в описании. А он будет указан, вам даст разные мештяки. Залетайте. Важный разговор. Важный разговор. Говорить, прислушаясь к природе. Посмотри на осень. Нам сейчас не до осени холодает. И сейчас тяжелее будет все это решать. Знаешь, что осень это время, когда все увядает. Когда мы чего-то лишаемся. Осень это время цепрессии и время психопатов самых. Я все это к чему подвожу? К тому, что... Да мне уже надоели твои фразы, дружище. Мы не можем договориться с тобой. Я тебя действительно стал. Я не верю. Ты издеваешься надо мной. Ты просто меня дрочишь. Ты вважный разговоренность. Ты встал, как эта осень. Ты увядаешь. Но в каждой осени есть свой плюс. Да ты понимаешь... Листья становятся почвой для новых. Листьев, деревьев. Может, и ты станешь почвой, а? Ты понимаешь, я не найду так свою сестру. Ты понимаешь, мы сидим в общественном месте на детских качели и разговариваем о помощи моей сестры. Какой смысл нам тогда сотрудничать? Что я сделал не так? Я действительно тебе сопереживаю. Мне тебя так жалко, что я даже облотеть за неделю успел. Ты заметил? Я уже больше, чем ты, если я шучу. А я нет. Антон, что я... Как решать? Ты по-любому, хоть что-то, ты должен был узнать за эту неделю. Я выполнил свою часть сделки. Ровно настолько, насколько ее сделали вы. Насколько? Разве я не прав? Насколько? Разве я не прав? В плане. Я не понимаю, о чем ты. Зачем ты строишь глупенького мальчика? Я реально не понимаю. Ты сбил пацана. Ты скажи, о чем я тебе скажу. Если это было, я скажу. И ты хочешь меня обвинить за это, за то, что он избил пацана? За то, что это была часть вашей сделки? Как говорится, старый проверенный метод лучше двух новых, да? Ты мне скажи, что произошло, а я признаюсь, если я что-то сделал не так. Я нормально забрал бутылек, принес тебе, как его и хотел. Просто у меня уже нет... Вы сейчас пришли обвинять меня за то, что покалечили человека. Я не обвиняю. Я не обвиняю, просто ты тебе говорил, что выполнил условия сделки, а ты не выполнил. Я просто не понимаю. Вы хоть уточнили, кто он и чем он занимался, а? Прежде чем приходить, обвинять меня. Ты даже не приехал. Мы приехали в то место, где мы договорились с тобой. Никого там не встретили, даже его в том числе. И тебя там не было. Где его теперь искать, непонятно, потому что там его больше нет. Мы просто просрали время. Ты бы хоть сначала уточнил его, в чем он не прав. Или уточнил хотя бы меня. А зачем он нам с ним разговаривал, дал четкое задание, что нужно сделать? Рома себя винил, да. Рома себя винил за то, что избил просто невиновного человека. Да и не только из-за этого. Не только из-за этого. Представляешь? Но ведь никто никогда не хочет докопаться до правды, а? А правда в том, что его мать проходила у меня лечение не так давно. Она болеет. Болеет раком. У нее огромная мозговая опухоль. Она неоперабельная. Я пытался ему помочь. Я же говорю, я изменился. Мне это больше не надо. Кровопролитие это не мое. Я пытался ему помочь. Но у меня не получилось. Но дело даже не в его матери. Дело в его отце. Он же вам нажаловался, что его семья там кто-то погиб. Кто-то там на грани. Да. Да. Нажаловался? Да. И он сказал, что если... Не благодарный. Если я тебе отдам этот бутылок... Как помогать людям? Как помогать людям, если это не признается? Если помощь не признается? Ты более конкретно скажи, что не так вообще? А конкретно то, что его отец, который погиб, был домушником и вором, которым стал его сыночек. Принял от него, понимаешь? Принял. Как понаследствует от него навык. Так вот суть следующая, что его отец добаловался. Перешел дорогу слишком крупному, серьезному человеку. Обокрал его дом. И ему... Ну тюрьма ему грозит. Тюрьма там не просто тюрьма. Он пожилой человек. А ему такой срок приписали, что это был смертельный приговор для него. Понимаешь? Он сам себе его подписал. Ну. А при чем тут вся эта история? При чем тут мы? Притом, что его сынок, у которого отняли бутылочку, пришел ко мне и попросил у меня чудодейственное лекарство, которое он смог бы дать отцу. Я надеюсь, вы все смотрели фильмы, кино. И вы знаете, что есть такие лекарства, которые замедляют сердечный ритм. Человек кажется мертвым. И вот медэкспертиза показала бы, что он умер. Его отнесли бы в морг, и тут я бы помог ему. Но это же кино. Это бред. Такого в жизни не бывает. Я сразу сказал ему, я не смогу тебе помочь. Я помогал ему матери. Я пытался помочь его семье. У меня нет таких сил. Я не бог, я не всевластен. Он не понял этого. Мы когда пожали руки, мы не обсудили условия. Я просто должен... После этого у меня из дома пропало важное лекарство. Это еще до того, как мы с вами встретились, это важное лекарство было. По крайней мере, он так думал. Через неделю умирает его отец. Угадает чего? От вируса этого. Это я дал ему вирусу? Это я дал ему вирусу? Нет, тогда он украл, получается, его. Но он нам сказал другое. Это я дал ему вирус? Нет, не я. Я сначала ломал голову, может быть, я потерял его. Может быть, это я, глупый, где-то упустил момент. Но нет. Проблема в том, что, оказывается, это он украл. И узнал я об этом только когда его отец умер. А дальше все стало куда прозаичнее. Понимаешь, в чем проблема? У парнишка, ты видим, иммунитет есть. А вот у его матушки не оказалось. А сейчас заразил я? Вот заразил. Но она же все равно в любом случае. И он снова пошел в одно и то же место. В аптеку под названием «Моя квартира». Ну, погоди, какая разница? Где он украл мое вещество? О, неоперабельно. Ей ничего же все равно не поможет. Ты как этому объяснишь? Когда у тебя умирает ближайший человек? Человек был на панике, как и я. У меня есть, что тебе сказать. Он украл мое вещество. Я даже понял, про что ты говоришь. Понимаешь, я не хотел ему зла. Я понял. Ваша задача была просто принести склянку, с которым вы, мать твою, не справились. Как я могу вам доверять, если вы принесли мне сраную воду, а? Доверие! Вот чего я просил от вас. Если ты хотел от меня помощи, я на дурака похож или что, а? Нет, я боялся, что ты отравишь больше людей. Ну просто не он, он ни при чем. Я боялся, что попадет из них. Ценой одной жизни моей сестры было бы неправильно, чтобы погибали другие. И пусть это будет моя сестра, но это будет неправильно, если я выберу других в жертву. Я пытался тебе помочь. Честно, искренне. Меня... Я тоже. Ты сын пробил твоя история. Я пытался вам помочь. Понимаешь? Он сказал, что... Ну как я могу вам доверять, а? Ну как? Если вы до сих пор считаете меня убийцей. Я изменился. Я наслаждаюсь жизнью. У тебя глаза такие же бешеные, поэтому не понимаю. Даже сейчас, как ты с нами разговариваешь, это выглядит так, как будто ты такой же. Мне просто обидно. Ты понимаешь? Я тоже тебе доверился. Я пришел к тебе как человек к человеку. И поэтому ты подменил вещество мое. Потому что он сказал, что ты можешь убить больше. Я подумал, моя сестра или тысячи людей. Вот и выбирай. Нет доверия, понимаешь? А когда нет доверия, то и нет помощи. Понимаешь? Возможно, мы бы уже спасли ее. Ну мы же хоть что-то сделали. Я пытался помочь. Сейчас все строится на том, что якобы... Сейчас все строится на принципах. Вот я про человека говорю. Да нет, он по факту тоже прав. Ты по факту прав, но нам деваться некуда. Ну некуда деваться, мы испугались. Мы обосрались. Выполнили 50% работы. Согласен. Всего лишь да. Я тоже выполнил тогда 50% работы. Где? 53, 26, 71, 43, 28, 15. На записи посмотришь. 53, 26, 41. Это координаты, где вы сможете найти девочку. Но я советую поторопиться, потому что он больше чем на сутки не задерживается на одном месте. Он очень умный, хитрый. Поэтому они нашли его там в деревне снова. Но с вами я не пойду. Я понял. Хотя мог бы. Слушай, пожалуйста. Вот ты постоянно говоришь такие крылатые фразы. Я тебе скажу одно. Ну прости, мы испугались. Я тебе еще раз говорю. Нет времени. Прости, просто прости. Сегодня, если вы все еще надумаете со мной сотрудничать и хотите попытаться завоевать мое доверие, да? Как бы это смешно не звучало. С 6 часов вечера к Барбелинскому. Вы там кое-кого найдете. Этот человек нужен нам. Он поможет. И мне, и вам. Как мы поймем, что это он. У вас есть еще один шанс выполнить свое задание. Как мы поймем, что это он. Ты его хорошо знаешь. Угадайте. На вашем месте я бы поторопился. Погнали. Игорь, пошли. Это просто имба какая-то вообще. Да, я, получается, нахуй вертся, что это я виноват. Сейчас меня винишь? Нет, судя. Я вылил вот эту вот ферму. Короче, ребят, даже вы напишите в комментариях, что, ну согласитесь, он выглядит таким же бешеным. Он выглядит, его глаза бешеные, у фразы бешеные. Он выглядит таким же психопатом. Никита, Мария, кто еще там? Андрюха, вы написали, что зря мы вылили бутылек. Ну, ребят, а что делать, если нам тот мужик сказал, что и Макс сказал, что этим бутыльком он может отравить больше людей. То есть вы считаете правильно, что потеряв мою сестру, он, получив мою сестру, можно отравить больше людей. Это неправильно. Один человек или тысяча. Мы пытались сидеть на двух стульях. Ладно, все, погнали. Короче, мы погнали. Ребята, прямо сейчас пишите комментарии. Ты уверен, что она за нами ездит? Да, откуда я знаю. Мне кажется, что да. Потому что я, мне кажется, там вообще люди в форме, хотя все тонированное. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это полиция. Не, а с хера ли у полиции такая машина будет? Может, домой не переоделись, не по гражданке. Ну-ка, дай камеру, я попробую на нее посмотреть увеличить. Что-нибудь. Нет, не видно ни хрена. Короче, ребята, ситуация такая, что, как сказал Рома, я сам тоже замечал давно, просто что-то Веста, не так, как замечают в потоке. Да, я ускоряюсь, у тебя она ускоряется. Ну, тормозни просто где-нибудь сейчас, вот съезд, будь справа. Да нет, вы что, зачем смысл тормозить, и что мы сделаем? Ну, как разница, просто остановимся и поймем. Слушай, они не пытаются нас там не перекрыть, ничего, правильно? Они просто за нами едут и едут, да, они просто едут. Сейчас, если я, например, буду оттормаживаться, чтобы они проехали всю дорогу, оттуда, как мы остановились, но это очень странно. Ну, короче, не знаю, давай не будем паниковать. Слушай, за нами не могут ехать по одной причине, эту машину не знает никто, никто не знает эту машину. Так мы выходили из нее, может, нас как-то... Они тормозят тоже, я до 40 скинул, они тоже скинули. Я тебе говорю... Потому что у нас давно послепил. У меня была такая штука, смотри, лично я, когда на работе ехал на гражданской тачке, видел человека, который был в розыске, я его схватил с другом, соответственно, друг пока ушел, он мне брызнул баллоном в глаза. То есть, блин, и поэтому я тебе говорю, что это именно ситуация, мне кажется, такая. Потому что, смотри, человек держит дистанцию. Смотри, он ускорился. Я говорю, за нами следят, пацаны. Давай, 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 давай. Ну как, смотри, смотри, подсними их, смотри, как они летят. На тебя чуть-панкет. Дороги уже нет. Ну как? Не, не, походу, как будто бы ими за нами, в общем. Давай сейчас вот сюда... Давай, тормози, да. Как будто мы просто встали, если что, сразу по съемкам. Ну да, да, это форма. Да они мимо проехали. Там тонированный, ты что там увидел-то вообще? Ты видел форму? Я ничего не видел, я спрятался. Нет, это не за нами. Они просто едут. Они просто проехали, не остановились. Я так пересрал за тебя, ты накрутил, блядь. Я пошел ссать. Ты просто накрутил нас всех. Ах, я ссать, открывай. Я аж испугался засад. Он реально накрутил, прям, да я уже сам начал на избину, подсаживаться дома, тоже не фиг на это. Наверное, просто из этих, знаешь, которые видят машину, просто такую относительно быстро и начинают просто, но за ними дурачиться. Да, да, ну да, там кураж поймали, дурачиться начали. Потом будет рассказывать, да там тонированное стекло, что там увидишь? Оно притонированное, там силуэтки. Короче, мы едем по координатам, которые нам дал Антон за маньяком, получается. Сами его ищем, просто катаемся. Я не знаю, что будет по этим координатам, которые он нам предоставил, что там за место, что нас ожидает вообще. Но надеюсь, что мы все-таки найдем сестру Ромы, потому что это очень сильно затягивается. И пока Рома нет? Я, честно говоря, не уверен, что она до сих пор в живых, потому что несколько раз договоренности нарушались, которые были с маньяком исключен, возможно, нужен. Ребята, я честно на панике, я уже так устал, Максим. Ну реально, локация, мы уже подъезжаем, мы уже рядом. Ну-ка, 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 тормозни, вон туда. Стой, стой, останови, останови, подожди, что ли что-то орешь-то. Останови, пожалуйста, умоляю. Что случилось? Просто, пожалуйста, останови. Сейчас стану, не на дороге же, а брошу, подожди. Что так суетишься-то? Что с уйтицем, я не понимаю. Ты че? Че случилось? Это кровь? Это кровь. Конечно, засохшая. Это кровь. Дальше ты че? Ты че? Ты думаешь, это твои сестры, что ли, или че? Конечно, но это те игрушки. Это те игрушки. Да, может, ты не ее кровь, что ты взял-то? Стой, успокойся. Ну это кровь, ну ты че, не видишь? Это кровь, дружище, бля, ну это те игрушки. Успокойся. Пром, сейчас пока успокойся. Не могло такого быть, он сказал, она ему нужна, понимаешь? То есть он не стал бы от нее избавляться. Так он сказал, 50 на 50, я не уверен в этом. У нас есть варик. Есть варик сейчас, если забрать эту игрушку. Я ее с полдороги, я же говорю, я тебе что-то чувствую, что я еду, но это кровь. Нам нужно, чтобы взяли на экспертизу кровь. Кто? Кто? Те, кто хотят нас накрыть, меня за день упакуют там прям сразу. Давай ее просто с собой заберем эту игрушку. И уже потом, да сейчас найдем что-нибудь. Ром, Ром, да ты успокойся, да ничего еще непонятно. Не накручивай, не надо. Я понимаю, ты устал, но не накручивай себя. Я думаю, почему я просто не могу понять, почему у меня нормально ничего, блядь, не получается, почему я... Ром, нет, ты, нет, не надо самокопанием заниматься. Сейчас ты накручиваешь, понимаешь? Это не факт, что это вообще ее игрушка. Это может от другой какой-то девочки, может другая жертва какая-то была. Может еще от чего-то. Может у них тут какая-то передряга вообще произошла. Мы приехали по точке, то есть мы приехали по сути на место. Ром, давай сейчас успокоимся, давай трезвить мысли трезвой головой, да. Давай без всяких выводов и догадок. Приди в себя. Приди в себя. Что? Не факт, что это твои сестры, понимаешь? Я тебе говорю, я... Как ты сам? Это она? Я не знаю, ну какая девочка по мосту идет. Это она! Это ее одежда. Это она! Гель! Да, 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 да! Стой! Сихлам! 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 Сихлам идти! Гель! Гель! Сихлам! Боже, наконец-то! Гель! Пацаны, постой, постой, постой! Что происходит? Что происходит? Вы что творите? А там идет там сестра! Отпустите! Сестра! Отпустите! Отпустите! Пацаны, я сам работал! Отпустите его! Отпустите! Пацаны! За что? Пап! Отпусти! Граб! Граб! За что? Стой, пацаны! Я говорю, блядь! Я вас сам сломаю сейчас! Побой! Отпусти! Да я откуда знаю, блин! Если полицию, что нам и сделаем-то? Мужики, мужики, ну давайте успокоимся! Давайте просто поговорим! Вы что? Нашли, блядь! Стой, где? Где сестра? Ром, сестра нет! Куда она могла уйти-то? Тут идти некуда! Игорь! Чего там? Это игрушка? Она прийти не могла, правильно? Да, конечно, нет! Куда там идти-то? Там поле, блядь! Мы бы видели ее! Ангелина! Геля! Ром, Ром! Ром, она пропала опять! Она, блядь, отошли! Ее где-то там? Да выпустите! Он ничего не сделал! Что он сделал-то? Ну, мужики, давай поговорим нормально! Ром, нормально все будет! Мы найдем, Ром! Мы найдем! Блядь, это что за бред вообще происходит? Блядь, это подстава была! Это была подстава! Нас тут ждали, получается? Блядь, это все-таки та машина, которая за нами ехала! Они знали, куда ехать! Просто подстава была! Сука! То есть, блин, а смотри, ну это бред! Они же проехали дальше! Они не знали нашу машину, но они знали, что мы будем здесь! Я сейчас, о чем мы говорю? То есть, они проехали, и они стояли, просто ждали! Антон? Ты думаешь, Антон? Антон не стал бы так подставлять нас ментами, ему это при целом неинтересно! Ну, это надо вопрос Антону задать! Нам сейчас, мы что, мы не догадаемся ни до чего! Нам просто надо выяснить, почему так произошло, и кто слил информацию! Как мы без Ромы сейчас будем вообще ее искать? Что нам делать сейчас? Вот скажи нам, что нам делать? Шесть часов ждать! А время? Время пять! Пока доедем как раз! Ну, поехали тогда, нихера тут стоять! Что нам ждать? Я не знаю, у меня просто мандраж! Я просто не понимаю, мы и тут просрали, и ты, Рома, просрали! У нас просто все, как обычно, через жопу! Все из рук валится! Дядь, самый главный, чтобы с сестрой был все нормально, потому что это бред! А ты веришь в это? Да я ни во что уже не верь! Я ничего не понимаю вообще, что происходит здесь! Расчастность такая, то что мы их догнали, и не понимаем, как быть! Может, можно с ними как-то договориться, не знаю, без камер сейчас, да? То есть, вот когда... Ну, надо его вытаскивать в любом случае, это сто процентов! Ну, без него, потому что мы не справимся с сестрой вообще никак с этой всей ситуацией! Ну, я пока просто не осмысляю, просто! Я не очень нахожу общий язык с сотрудниками, понимаешь? Я просто боюсь! Ну, я понимаю прекрасно то, что мы даже с фронтом чувствуешь, что ответственность может наговорить лишнего, и нас туда же в ту же будку запихнул просто! Дорогу максимально шёстную! Да, сейчас прикинь там за подкуп, за всю эту херню тоже! Ну, нет, у них камер на грудных не было, потому что это не гайцы, нет! Да, они вообще в штатском, как будто, ну, в штатской машине, то есть, вот они едут там без опознавательных знаков, без всего, просто они едут и едут! Ну, короче, странная максимальная херня! Надо пытаться договариваться! Они остановились, они за нас остановились, да? Я не знаю! Чего, блин? Он что творит-то? Он, ну, он не к нам, он, он к нам в машину! Пацаны, давайте договоримся! Давайте сейчас к чему-то придём! Находится в розыске! И что, что я в розыске! Пацаны, они вызвали наряд! Сейчас ещё и за вами приедут! Что-то, мужики, просто говорим сейчас, просто решим, пока наряд никто не приехал, а! Давайте без эмоций, просто, ну что ты, хотя бы, блин! Просто ни за что сейчас будете свидетелями проходить! Они вызвали ещё наряд, сейчас и вас упакуют! Езжайте, я разберусь! Я Диме, позвони Диме, скажи, что он позвонил в отдел! И всё! Мы сестру твою потеряли руку! Мужики, давайте сейчас просто у вас пусть скажите, что он убежал! Я не знаю, сейчас просто... Мы не можем не заводиться! Человек находится в розыске! Сейчас камеру уберём, я понимаю, что... Сейчас вызовем наряд, вы будете проходить ещё с свидетелями! И вас ещё заберут! Блин, мужики, ну правда, у меня сестру украли! Да отпустите, пожалуйста! Отпустите, пожалуйста! Отпустите! Отойте от него, блядь! Вы даже не представили! Макс, не трогай сотрудникам! Не трогай сотрудников! Кто ты вообще? Кто ты вообще? Покажи коврышку! Покажи, кто ты? А мы-то придём и представим! А мы-то в чём должны представляться? Мы никого не трогали! Вы просто нашего друга забираете! Ни за что! Не представившись, ничего не показали! Там каких удостоверений! И всё! Предоедини вообще! На каком оставании? Какая резервка? С чего вообще взяли, что это Роман Кираков? Что он вообще это сказал? Это какой-то человек! Отпустите, пожалуйста! Отпустите, пожалуйста! Отпустите, пожалуйста! Серьёзно! Мужики! Ну чё? Чё за пресс? Макс! Отпустите! Юриск надо! Подпустите! Подпустите! Либо к нему это и тётки! Я не знаю, пошли в машину! Вот сейчас, что снаряд приездит! Ну что там не предъявит? Ну что? Да всё может быть! Ты же сопротивление оказал! При аресте! Тут просто вопрос! Блядь! Тут просто вопрос в том, что это у них реально спланированная операция! Или просто они сами приехали сюда! Сами просто! Как это подстава! Я говорю то, что как будто просто подстава! Я говорю, у них нет ни корщик! Почему не приявили ничего? Ни нагрузок задержат! Выстрелят! И не ангруз! Чтоб так делать вообще! Макс! Что мы будем делать? Как нам его вытаскивать вообще оттуда? Я не понимаю! Антон названивает! Я не понимаю, что он от меня хочет! То есть он добился своего! И в целом! Чего ему надо от нас? И для чего он так пустует? Да хер с Антоном! Блядь! Что нам с Ромой делать? Как нам Рому вытащить? Как нам помочь его сестре? Как его вытащить вообще оттуда? Он должен помочь его сестре по логике! Чтобы вытащить Рому! Понимаешь? Я понимаю! Либо общаться! Либо общаться! Обратиться! К матери этой девушки! Чтобы она забрала заявление! Но опять же! Как нам сказали! Дело в ход пустили! Уже даже она заберет заявление! Это не поможет! Потому что надо на кого-то повесить! Блядь! Это какой-то абсурд! Просто это сюр! Да как! Почему оно так все сразу! Разом наваливается! Всегда! Что он хочет! Что он хочет! Блядь! Я не знаю! Не хочу с ним разговаривать! Это просто блядь подстава! Он мог просто отказаться и... Блядь! Блядь! Придите навстречу! Чудо мог просто отказать в помощи! Зачем было подставлять еще! Зачем! Блядь! Мы ничего плохого тебе не делали! Кого я подставил! Я предложил вам посильную помощь! Да! Только мы приезжаем по координатам! Тут же подлетают сотрудники и крутят Рому! Чего? Все! Блядь! Окончено! Приключение! Все! Уже все потеряло смысл! Рома нет! Я просил вас! Прийти сегодня навстречу! Я предложил вам посильную помощь! Мы не смотрели навстречу! У нас нет Рома! У нас выбыл участник! Рома нет! Все! Его забрали! Договор отменяется получается или что? Получается да! Как себе доверять после того что ты сделал? Я то сейчас в чем виноват? Ты дал нам координаты? Да! Нас уже ждала полиция! Ровно 50% договора! Почему там была полиция? Почему там была полиция? Вы дали мне не ту склянку! Я дал вам координаты! Все! Я никого не подставлял! Мне это не надо! Ровно на этой точке прям ждали нас уже сотрудники! Которые скрутили Рому! Они знали что мы там будем! Если это ты нам дал координаты! Откуда сотрудникам они были известны? Как такое могло произойти если это не ты? Соответственно конечно сейчас мы в парк придем там еще что-то произойдет! Как давно они следовали за вами? Откуда? Как это началось вообще? Патрульная машина или что? Они не следовали! Нашу машину не знают! Мы не на своих машинах! У нас сейчас другая машина! Может и твоим другом увязались! Его вообще есть проблемы или? Какие проблемы-то? У меня даже приводов никогда не было блять! Нас даже не тронули! Роман Кироков их интересовал Эли! Они его забрали! Нас просто проигнорировали блять! Нам пригрозили то что приедет! Сейчас просто наряд и нас еще тоже заберет! Но это из-за того что мы начали пытаться его отбить как-то блять! Вразумить их! Чтобы забрать Рому! Они просто приехали и забрали Рому! Все! Как нам еще тебе доверять? Я дал вам координаты! Да! Мы приехали на координаты! Это не моя вина! Я никого! А чья? Чья вина? Я же натравил на вас кого-то! Ну это может подстава была от тебя! Не знаю! Какой-то прикол! Может он что-то весело! Прямо там на месте! Прямо там! Вот ровно этой точке! Сука! Там же мы видим дедушку! Какую же игру ты затеял а? Сука! Кто затеял? Какая нахер игра? Какие нахер игры? Ну что да! Кроме меня эти координаты знал только один человек! Кто? Моя сестра! Виолетта! А как ты думал я узнал про него а? Как ты думал я вышел на него откуда у меня столько информации? Для чего еще сестра нужна? Откуда у меня есть эта информация? Как ты его вообще туда впутал? Для чего? Я начал следить за ним! Понимаешь? Но я не сильно маневренный! И я впряг ее! Ведь дорогая сестричка готова мне помочь когда мне это надо! Мы нашли его на кладбище! Он и сейчас спущает одну могилу! Прямо недалеко от нашего отца! Мы начали следить за ним! А потом поймал его на живца! Он же любит маленьких девочек! У него страсти или что? Или любовь какая-то! Да она не очень маленькая! Но все равно принарядилась! Сразу сбавила в возрасте! Она начала с ним общаться! Она узнавала у него какие-то тайны! То что он азартный! То что он с монетками играет! Ну с причугами человек! А потом... Это она все как раз и узнала! Что у него там он каждый сутки сменяет локацию! Твою мать тварь а! Ну координаты точно были! Координаты были точные! Координаты были точные! Что тебе помешало? Что блять не так? А почему? Там была и сестра Ромы! Но мы не успели за ней! А она должна была сегодня с ним там встретиться! В очередной раз! Если бы вы принесли мне склянку в тот раз! Мы бы устроили сегодня ему ловушку! Засаду! А как? Как? Его там не было! Была только полиция! Да он был! Нам просто не увидели! В чем интерес Виолетты нам пакостить? Мы с ней не сконфликтовали! Виолетта зашли хорошо! Но все было нормально! В чем ее интерес? А для чего она это сделала? Я не понимаю! Ничего! Что нам сейчас-то делать вообще? Какая не может быть игра? Только она стала координатой кроме меня! А мне нет резонов вас подставлять! Я пришел вам помочь! Мне нет смысла подставлять вашего дружка! Надо девочку спасать раз на то пошло! Девочку надо и Рому надо! Нет! С Ромой ничего не произойдет! Знаешь ли? Из тюрьмы выйти можно! А вот из группы нельзя! Поэтому в первую очередь девочку! Не отбиваемся от плана раз на то пошло! Если ты говоришь, что это Виолетта надо с ней! Значит надо с ней разобраться! Либо это сделайте вы, либо я первый поговорю с ней! Но я думаю я буду быстрее! Твою мать! Мотив! И чего она так сделала вообще? В чем ее интерес? Неужели? А! Если он выйдет! Может он разоблачил ее! Может он ей угрожал! Сказала сделать так! Нет! Она за что-то мстит! За что? И вопрос к кому! Она сместит нам! В чем есть тут тебе! Даже не меня подставила! Она подставила вас! Вспоминай что ты сделал! Рома с ней даже не знаком! Рома стал невольным заложником ситуации! Ничего я не делал! Была ситуация тогда с похищением! Но мы разобрались тогда! Может тогда стоит поговорить с ней? А? Конечно стоит! Узнать зачем она это сделала! Узнать всю! Считайте что у вас второй день рождения! Вам повезло! Я сумел перенести встречу! Но это в последний раз! Либо наш уговор в силе! Либо никак! Последний шанс! Без Ромы! Какие у нас остаются варианты? Здоровье девочки в первую очередь! Тебе это не кажется так? Я еще раз говорю! Из тюрьмы выйти можно! Ему там тепло! Его накормят согреют! А вот она будет лежать в гробе холодная! Понимаешь? Рано или поздно это произойдет! Виоль, это много узнала от него! И что он делает! Ты знаешь, что у меня этот шмоток сделала? Раз мы работаем вместе, значит и надо вместе узнать это все! Последний шанс! Встреча будет завтра! Не придете, договор конец! Спасибо за гость с принцом! Появилось вопросов гораздо больше, чем ответов! Это же шесть! Я вообще не понимаю каких... Это у вас какие-то там семейные заговоры? Надо решить вопрос! Французова дружка даже сейчас не думает! В первую очередь условия договора! Блядь, это какой-то вообще сюр, абсурд! Зачем Виолетте это делать? Я не понимаю! Ну я верю ему! Вот в чем суть! Ему нет смысла... А ты ничего не делал, не вредил ей никак? То есть не мешал ей? Нет! Нет! То есть она просто с нихера решила это сделать? Я понимаю мотива! Либо он ее запугал! Либо он вывел на чистую воды психопаты! Ее вынудил это сделать! Не знаю! Короче... Давай сейчас, короче, врубать камеру! Ребят! Спасибо всем, что были с нами! В этот, так скажем, непростой день! Я думаю, Рома бы сейчас... Хотел бы тоже с нами тут... Находиться и обратиться к вам! Но, к сожалению, уже не сможет этого сделать! В любом случае, всем спасибо за поддержку! Читаем каждый ваш комментарий! Все, что вы пишете! Теперь уже поход без Ромы, но тем не менее! Пишите, что думать по этой ситуации! Кому можно доверять? Кому нельзя доверять? Стоит ли с Антоном на эту сделку вообще идти? Либо отжидать от него какие-то подвохи? Почему Виолетта так поступила? Короче, все свои домыслы пишите в комментариях! Я все прочитаю! Возможно, реально какие-то здравые мысли будут, касаемо того, что нам дальше делать! На этом все! До новых встреч! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова